По крыше дома своего жители села Буркутыкар Короленского района Кыргандинской области ходят по крышам своих домов как по земле. Потому что жилища занесены снегом. Сейчас люди с ужасом ждут паводков. Это у нас линия. Линию можно руками взять. Полтора метра от человека. Я иду сейчас по улице. Дома полностью погребены под сугробами. Как уверяют люди, за всю зиму их улицы ни разу не чистились. Скорая не проезжает. Больных приходится таскать по сугробам. Снег слежался. Его слой местами превышает 3 метра. Поэтому скот также выходит на крыши домов и сараев. Вот такая наша жизнь. Будто пещерные люди. Я сюда сделал вход в сарай. Дальше вход в дом. В 6 утра просыпаемся и снег кидаем. Даже хлеб из магазина очень тяжело принести. Автобусы сюда уже 3 месяца не ходят. 4 километра по сугробам идти приходится. Вручную вывести такую массу снега жители не в состоянии. Колодцы также погребены под снегом. Воду таскают вручную издалека. Но больше всего жители поселка Буркуты боятся весны. Через туннель уже боимся проходить. Сейчас потепление идет. А вдруг этот туннель обручится. Кто будет отвечать? Скоро, мы рассмотрим. Вот уже март пришел. Скоро весна. Дальше что будет? Если все это таять будет, даже думать страшно. Эта вся вода к нам придет в дом. Потом сверху чиновники будут сидеть, головой кивать. А что толку? Сейчас надо людям помогать. Однако Аким поселка уверяет, что улицы чистятся. И такая ситуация только на окраине села. Сейчас вот занимаемся этими работами. Техника будет. Все под контролем. В этом году зима, знаете, такая тяжелая вообще. Это первый год так у нас. А в прошлом году, позапрошлом, до этого такого снега вообще не было. Жители сами говорят, 40-50 лет не видели. На брифинге Аким Каркаролинского района две недели назад также заявил, что техники хватает. И особых проблем со снегом в районе нет. В девяти населенных пунктах это отделение, в которых нет там дороги ни асфальтного, ни грунтового. Это степные дороги. Но все равно мы не оставляем их без очистки дорог. Туда тоже направляем техники. Так что чему верить, словам руководителей района или своим глазам, остается личным делом каждого.